Ну вот и закончился наш отдых в Греции, в Полихорно. Я иногда его называю Полихорно. Ну, в общем, короче, в Полихорно, вроде бы правильно. Короче, закончился наш отдых. Мы выехали из отеля, искупались. Погода прекрасная. Все дни нашего пребывания, включая сегодня. Температура за бортом 26 градусов. Море теплое, чистое и, как всегда, прозрачное. А теперь каждый из нас скажет что-нибудь на прощение этому отдыху, этой славной Греции, этому солнечному берегу, янтарному морю, блестящему, переливающемуся и всегда радующему нас. Теперь слово предоставляется... Парк забрания. Теперь слово предоставляется лития. Ну, я уже почти влюбился в Грецию. Я уже почти впитал, сосал... Уже давно пора. Давно пора. Греческие нюансы жизни, климата, порядков греческих. И мне они нравятся. Но в этот раз, я считаю, мы посмотрели настоящее чудо света. И это произвело на меня очень сильное впечатление. Это явление природы, которое называется скалой-метеоры. И на этих скалах-метеорах православные монастыри, которые были построены в начале каких-то там 13-14 веке. Ну, в общем, само по себе это явление, по-моему, уникальное. Вот сопоставимое с этим впечатлением на меня произвело впечатление только в этом году постойная яма. Греция страна, в принципе, по сравнению с Болгарией, конечно, более дорогая. Но здесь можно найти и недорогие отели. Ведь мы жили в отеле за 20... Сколько, скажите? 3. За 23 евро. Опять-таки, рядом есть таверна, где приличный обед, я думаю, вполне уложится в 10 евро. А может быть, даже меньше. Поскольку мы поужинали за 20, за 20 с чем-то евро. Но солярка в Греции, мне кажется, стоит где-то евро 35-евро 40. Евро 45. Евро 45. Дороги, конечно, разные в Греции. Есть хорошие, есть похуже, есть вообще колдобины. Но их много. Вот что мне нравится? Не колдобин, а дорог. А, ну да. Не колдобин, а дорог. Поправка. Колдобин очень мало. Колдобин не очень много. А дорог много. И поэтому они не очень загружены. Дорога свободна. Едешь прекрасно. Ни тебе каких-то лишних знаков, ни лишних светофоров, ни лишних полицейских. Просто тьфу-тьфу-тьфу. Просто красота. Да, слово предоставляется Татьяне. Ну, у меня не такой огромный опыт путешествий по Средиземноморским, таким странам. Потому что я в своей жизни только была в этой Черногории. И буду сравнивать с ней и немножко с Болгарией. Где я тоже была и больше нигде. Здесь, пожалуй, мы выбрали просто самое оптимальное, мне кажется, время для этого путешествия. Как было уже сказано выше, докладчикам, сотокладчикам, в виде, значит, действительно, пробок нигде не было. Так спокойно, так легко, так комфортно. То есть самое комфортное время, наверное, для отдыха пенсионеров. И еще раз, значит, мне очень понравился полихром, но полихром, прекрасная вода, чистейшее море с бликами солнца. Это, конечно, очень впечатляет. Я сохраню памятник на целый год, потому что надеюсь, что на следующий год, может быть, мне по часам побывать в этих краях. Если срастется, конечно, отпуск и прочие-прочие обстоятельства. Ну и все. Родина богов, меня очень-очень, герои и богов олимпийских, меня очень вдохновило. Спасибо. И так, как говорится, путешествие зашло. Этот идеальный трип может испортить только тайная инфа о наших расходах. Но это на закуску для самых стойких и любопытных. А пока мы едем, едем, и дорога еще длинная. Мы поднялись в горы. Дорога спокойная. В горных пейзажах определенно есть своя магия. А еще здесь есть чистый воздух и хрустальная вода. Остановились набрать воды в источнике горных. Здесь очень хорошая вода около источника. Люди молятся, оставляют свечи. Здесь чисто. А вот такой красный вид. Решили отдохнуть в тенечке. Набраться сил для путешествия обратной дороги. Нам сегодня ехать до самой Болгарии. Чего только не увидишь в Греции на пустой дороге. Таня, смотри. Таня, смотри. Вот. Она-то. Пожалуйста. Это мы уже сняли. Какая дырка. Это не надо. Да, это трапа. Ух ты. Какое у него для сборки-то. Все. Ой. Кирково. 30 километров от границ. Вот наши апартаменты. В этом здании. Магик-сити. Длинный апартамент. Две комнаты. Малооборудованная, но зато чистая и просторная. Кирково. Это мусульмания. Значит, Киркоров тоже. Точно. Почему это? Ну да. Почему Киркоров тоже? Ну, основа слова. Видно? Когда мы ехали в Грецию, то останавливались в городе Мамчилгран. Он находится на этой же дороге, ближе к Рджали. Отель был в центре города. Он новый. Есть парковка, но нет завтрака. Его я тоже учту в затратах по Болгарии. Едем на Кордя-Лим. Так, сегодня у нас 3 октября. Выехали из Лино-Румс. Довольно рано. Завтрака не было. Сегодня будет очень хорошая погода в Болгарии. На юге Греции вообще осень еще не чувствуется. А здесь уже все. Все. Желтенькие листики. Деревья уже с осыпавшейся листвой. В общем, осень. Сжигаем траву. Все в дыму. Увидели источник пресной воды. А это другой источник в Рижском проходе. Мы часто здесь брали воду, но сейчас он почти пересох. Для тех, кто досмотрел это видео до конца, выкладываю калькуляцию наших расходов по Болгарии и по Греции. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте вопросы. Мы обязательно вам ответим.